История изучения небесных тел насчитывает столетия. Некоторые космические объекты находятся так далеко, что их наблюдение возможно только с помощью мощного телескопа. Но многие из них являются настолько большими и яркими, что иногда мы можем увидеть их невооруженным глазом. Один из таких — Юпитер, крупнейшая планета Солнечной системы. Этот газовый гигант был известен людям еще в глубокой древности. А его исследование с помощью космических аппаратов ведется с 1970-х годов. За последние 50 лет рядом с планетой побывало 9 аппаратов. А в данный момент на орбите гиганта находится межпланетная станция Юнона. Какие данные о планете она уже успела получить? Как отреагировали бы древние люди на наши достижения? Отличную возможность, чтобы это представить, дает мобильная стратегия Vikings War of Clans. В этой игре вас будут ждать уникальные игровые механики и широкий выбор воинов. Каждый игрок получит право создать свое оружие и отправиться на сражение с реальными игроками. Вместе с создателями викингов я хочу анонсировать конкурс. Два игрока, дошедших до 10 уровня дворца, смогут выиграть iPhone 11 Pro. А главный приз MacBook Pro заберет тот, кто до конца декабря дойдет до самого высокого уровня дворца среди других участников. Дата розыгрыша 3 января. Я думаю, что это отличная возможность испытать свою удачу. Качайте викингов именно по моей ссылке в описании, тогда при старте вы получите 200 голды и бесплатный щит. А теперь вернемся к видео. История ЮНОНа началась в июне 2005 года, когда аппарат находился в стадии предварительного проектирования. Строительством межпланетной станции занималась компания Lockheed Martin Space Systems под управлением лабораторией реактивного движения НАСА. Запуск ЮНОНы произошел 5 августа 2011 года с помощью ракеты-носителя Atlas V. А спустя 4 года и 11 месяцев аппарат вышел на орбиту Юпитера. Для того, чтобы совершить это непростое путешествие, ЮНОНе пришлось встретиться с множеством трудностей. 30 августа 2012 года, когда станция уже находилась на расстоянии в 483 миллиона километров от Земли, ей была выполнена первая коррекция траектории полета, в результате которой скорость зонда увеличилась на 388 метров в секунду, а траектория была перенаправлена обратно к Земле. Благодаря этому ЮНОНа была готова к проведению гравитационного маневра рядом с Землей, запланированного на 9 октября 2013 года. После его совершения скорость аппарата увеличилась втрое и достигла 40 тысяч километров в час. Во время сближения с нашей планетой ЮНОНа сделала снимки побережья Южной Америки и Атлантического океана. Следующей точкой в ее направлении стал Юпитер, орбиты которого ЮНОНа достигла уже 5 июля 2016 года, преодолев 2,8 миллиарда километров. После чего ЮНОНа стала вторым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту Юпитера. В изначальной цели миссии входило изучение гравитационного и магнитного поля Юпитера, а также проверка гипотезы о наличии у планеты твердого ядра. Кроме того, аппарат должен заняться исследованием атмосферы планеты, определением содержания в ней воды аммиака, а также построением карты ветров, которые могут достигать скорости 618 километров в час. ЮНОНа также продолжит изучение районов южного и северного полюсов Юпитера, начатые еще пионером 11 и Кассини. Для того, чтобы эти цели были успешно реализованы, аппарат питается от солнечных батарей, которые являются крупнейшими среди тех, что используются на других межпланетных станциях. Также с помощью инструментов, которые работают в инфракрасном и микроволновом диапазонах, ЮНОНа может измерить тепловое излучение, исходящее из глубин планеты. Эти наблюдения позволят дополнить картину предыдущих исследований, оценив количество воды и, следовательно, кислорода. Благодаря таким данным ученые смогут лучше понять историю формирования Юпитера, а значит и всей Солнечной системы. Кроме того, ЮНОНа будет исследовать конвекционные процессы, которые управляют общей циркуляцией атмосферы. Для того, чтобы подчеркнуть историческую значимость этой миссии, создатели ЮНОНы поместили на ее борт несколько предметов, имеющих символическую ценность. Ими стали табличка, посвященная Галилео Галилею, и три фигурки Лего, изображающие самого Галилея, римского бога Юпитера и его жену ЮНОНу, сделанные из алюминия. Уже самые первые снимки, сделанные этой станцией, позволили ученым увидеть Юпитер в серии цветных изображений, которые впоследствии превратили в короткое видео. На нем мы можем увидеть уникальное зрелище – Юпитер-полумесяц, тогда как с Земли мы можем наблюдать эту планету только при полном освещении. 27 августа 2016 года ЮНОНа пролетела на дистанции в 4000 километров от облачной зоны Юпитера, позволив ученым лучше рассмотреть ее северные и южные полюса. Как правило, мы представляем эту планету полосатой, однако на ее полюсах царит совершенно другая картина. Из-за того, что там нет поясных зон, и циклоны закручивают множество мелких ливней в огромные спирали, предположительно странствующих по полярной атмосфере в течение длительного времени. Это довольно сильно отличается от того же Сатурна, где на полюсах мы можем наблюдать четкие облака-шестиугольники. Спиральные завихрения облаков, характерные для полюсов Юпитера. Изучив планету в инфракрасном диапазоне, ученым удалось увидеть теплые зоны внутри планеты и намного подробнее составить карту ее облаков. Компьютерная модель, демонстрирующая результаты инфракрасного сканирования. ЮНОНа смогла запечатлеть даже северное сияние Юпитера. Благодаря детектору радиоволн, который уловил частицы, образующие это явление. Картина северного сияния на южном полюсе Юпитера. Во время своего анализа аппарат смог определить, что слоистая структура атмосферы Юпитера сохраняется до нижних слоев, и что там она начинает постепенно изменяться. Атмосфера Юпитера. Если миссия этой станции завершится удачно, библиотека человеческих знаний, вероятнее всего, обогатится ценным набором новых сведений об этой гигантской планете. Огромный интерес к Юпитеру вызывает знаменитое «Большое красное пятно», подробный снимок которого ЮНОНа также предоставила 10 июля 2017 года. Снимок Юпитера в районе «Большого красного пятна». Север справа, юг слева. 10 июля 2017 года. Благодаря исследованиям ЮНОНа и этого загадочного явления выяснилось, что гигантский красный вихрь проникает в атмосферу планеты примерно на 320 километров и вращается против часовой стрелки со скоростью более 500 километров в час. Вскоре ученые пришли к выводу, что ураганные ветры образуются там так же, как и на Земле, из-за разности температур. ЮНОНа обнаружила, что корни «Большого красного пятна» в 50 или в 100 раз глубже, чем океаны на Земле, и они более теплые у основания, чем на вершине. На изображении показаны данные из шести каналов микроволнового радиометра на борту ЮНОНы. В ширину это пятно простирается на 16 тысяч километров, а в длину вытягивается на 40 тысяч. То есть оно в 1,3 раза больше диаметра нашей Земли. Также с помощью снимков, полученных ЮНОНы, ученые смогли понять, что северный полюс Юпитера является центром мощного циклона, вокруг которого плотно и довольно симметрично расположены 8 циклонов меньшего размера – от 4 тысяч километров до 4,5 тысяч километров в диаметре. Скорость ветра в этих вихрях достигает 350 километров в час. Атмосферные вихри в северном умеренном поясе Юпитера. Снимок сделан 23 мая 2018 года с расстояния 7900 километров от облачного слоя планеты. Схожая картина огромных атмосферных вихрей была найдена в Южной Полярной области. Но там циклонов не 8, а 5, и они более крупные – от 5,5 тысяч до 7 тысяч километров в диаметре. Ученые с интересом наблюдают за ними уже в течение двух лет, пытаясь понять, насколько они устойчивы и меняются ли со временем. Яркие участки облаков имеют температуру минус 13 градусов по Цельсию, а наиболее темные – минус 188. А этот ролик был создан из серии изображений, которые были получены аппаратом 29 октября 2018 года. На нем мы можем увидеть, как Юнона приближается к центру Юпитера. В середине сентября этого года автоматическая станция Юнона в 22-й раз сблизилась с Юпитером. И вот один из новых снимков, которые мы смогли получить. Финал Юноны наступит в 2021 году, когда станция будет сведена с орбиты и направится в атмосферу Юпитера, в которой ей будет суждено погибнуть. Это решение было принято в связи с необходимостью не допустить столкновения станции с одним из галилеевых спутников, на которых допускается возможность существования жизни. После этого ученые начнут обрабатывать всю полученную с помощью Юнона информацию, анализ которой займет несколько лет. Пока нам еще рано говорить об итогах этой легендарной миссии. Ведь велика вероятность, что основные открытия Юнони только предстоит совершить. Ведь впереди у нее остается еще 15 оборотов вокруг Юпитера. Мы ценим свою аудиторию, то есть вас, дорогие друзья. Поэтому стараемся обсуждать наиболее занимательные и необычные вещи, происходящие в многоликом и удивительном мире. Поэтому не жалеем кнопки на мышке и жмем на электронный лайк под этим видео. Ведь ваши лайки и комментарии – это стимул для новых горизонтов, которые мы сможем преодолеть только благодаря поддержке от вас и, конечно же, подписке на канал. До скорых встреч и услышимся! Субтитры подогнал «Симон»!